Совета депутатов Николай Александрович Плюс общественность Члены от общественной группы И члены Сотрудники администрации Входящий вызов И плюс нескольких сотрудников администрации В основном это сотрудники Юридических отделов Администрации города и администрации района Понятно Смотрите, общественность И психика нашего сайта интересует Сейчас вообще какие дела обстоят с парком Будет торговый центр, не будет торговый центр Если будет, то когда, если не будет, то почему Значит, в двух словах Объяснить это сложно Начну по порядку У нас есть два проблематичных участка Которые находятся с одной стороны парка И с другой стороны парка Один участок это бывшее зеленое хозяйство На сегодняшний день Принадлежит компании Баумикс А другой земельный участок Принадлежит компании Лидерстрой Который расположен между существующим торговым центром Воскресенск и ледовым, не ледовым, а плавательным бассейном Дельфин Значит, этот участок занимает площадь практически один гектар И он вплотную примыкает к существующему торговому центру И не доходит до дельфина буквально там 10 метров Значит, планы этой компании построить практически на всей территории этого участка Еще один торговый центр Ну, тот проект, который они уже представляли Возможно, там они могут его изменить там в дальнейшем Но на сегодняшний день, который они представляли проект Это то ли одноэтажный, то ли двухэтажный комплекс И площадью 5000 квадратных метров застройки Или 5 или 7 тысяч квадратных метров Практически всю территорию этого участка Вся территория этого участка застраивается этим торговым центром Соответственно, парковки опять никакой не предусмотрено А как они нарисовали в своем проекте Или там, я не знаю, как это назвать, наверное, эскизный план Значит, они предлагают сделать парковку вдоль дворца культуры Это вот с той стороны дороги, получается, где пешеходный тротуар Значит, полностью его убрать от площади до дельфина Целиком его убрать и сделать елочкой парковку С той стороны, с противоположной стороны, со стороны торгового центра Точно так же продолжить эту парковку, как сейчас она у существующих торгового центра Поэтому с двух сторон, начиная от плавательного бассейна У нас начнутся елочки А дорога одна у нас? Дорога одна Эта же дорога, слева и справа будет елочкой парковка одна сплошная И слева и справа И тротуар, который сейчас возле дворца культуры, они предлагают убрать Причем это не их территория, хотя в своем проекте они рисуют Тешеходную зону полностью убрать и использовать подпарковку Потому что на их участке она не предусмотрена Их участок они полностью хотят предусмотреть под строительство торгового центра Это что, получается, транспортный коллапс? Да, транспортный коллапс, это реально транспортный коллапс Значит, они нам рисуют красивую картинку якобы, что они сделают там какой-то вход фантастический в парк Хотя это все просто на картинке На самом деле, если посмотреть на карту расположения, где будет этот вход Как они его рисуют на этой карте Значит, он получается от стенки бассейна до стенки, значит, их торгового центра Это 10 метров Вот в этом проходе они планируют разместить центральный вход в парк Хотя рисуют они, как будто он там прям вот на том же самом месте находится Да, еще не знаю, там 100 метров, там какие-то газоны, там деревья, лавочки и все остальное Там реально это не получится Плюс, ну это понимаете, да, стенка слева, стенка справа И внутри какой-то, это будет просто проход Промеж двух зданий Никакого входа красивого, как они рисуют, естественно, не будет Плюс транспортный коллапс Сейчас машины негде ставить У них сейчас официально 65 машин и мест Парковка под существующий торговый центр Хотя по всем нормам должно быть как минимум 600 или 700 А их 65 всего лишь И новый, который они планируют строить, они также планируют его строить без парковок А в качестве парковок, опять же, использовать площадь Ленина, территорию Дворца Культуры И плюс, последний вариант был, когда вот я уже неоднократно говорил о том, что нету парковок и нужно что-то с этим делать Значит, они предложили вариант, что у них парковка будет на крыше этого торгового центра Ну это вообще как бы бред сумасшедшего Это неосуществимое Это просто для того, чтобы, ну, может быть, успокоить общественность Потому что, во-первых, никто туда не будет на лифтах подниматься, машину ставить Во-вторых, это дорогостоящий проект, который будет им, ну, смысла нет, он неокупаемый Поэтому никто этого делать не будет Когда они это построят? Когда построят, подождите, рано об этом говорить, когда построят Потому что сейчас как раз идет процесс судебный, который... Между кем кем? Между советом депутатов и администрацией района Значит, да, это была мысль моя Значит, я предложил совету депутатов Совет депутатов предложил То есть, не предложил, а принял это предложение Значит, наделил меня определенными полномочиями Выдал недоверенность от совета депутатов И я написал исковое заявление от совета депутатов В адрес вот этой компании «Лидерстрой» То есть, не «Лидерстрой», а администрация Скресенского района И что вы у них требуете? Смысл какой? Значит, мы оспариваем право собственности Не право собственности, а договор... Переуступки Нет, не переуступки Сейчас, секундочку, подождите Значит, оспариваем договор купли-продажи земельного участка В части площади этого земельного участка Как бы... Выкупался этот земельный участок по 36 статье градостроительного кодекса Значит, это выкупается земельный участок под объектом недвижимости И территория для обслуживания Необходимые для обслуживания это объекты недвижимости Объект недвижимости на этой территории, значит Это трансформаторная подстанция и подъездная дорога К этой трансформаторной подстанции Всё Под этими объектами был выкуплен гектар земли Соответственно, я считаю, что это несозмеримая площадь, которая нужна для обслуживания этих объектов. Поэтому оспариваем именно эту площадь. Поэтому мы не оспариваем ту территорию, которая находится, ту землю, которая находится под этими объектами недвижимости. Она и должна там остаться, потому что объекты недвижимости существуют. А дальше территория, которая, она, я считаю, выкуплена незаконно. Правильно ли мы понимаем, что та территория, которая изначально по договору купли-продажи была куплена ради того, чтобы разместить там вот обслуживающие вот эту подстанцию, а они сейчас хотят там посадить торговый центр? То есть в результате, если вы оспорите вот это решение, то торговый центр не будет, я правильно понимаю? Да, сейчас судебный процесс еще идут. На сегодняшний день, значит, назначена экспертиза. Судом назначена экспертиза. Сейчас экспертиза будет решать, сколько нужно площади для обслуживания конкретно этих объектов недвижимости. Есть какие-либо перспективы судебного, так сказать, преследования, да? То есть, ну, как бы... И в каком суде? В Московском области? Нет, это арбитражный суд в Московской области, да. Значит, на самом деле, как бы, ну, все говорят, что шансов мало изначально, когда мы вообще выходили в этот судебный процесс, вообще было шансов мало и выйти в этот процесс. У нас не было, ну, как сказать, не было, а мало было доводов, что мы имеем, как бы, определенные полномочия для выходов в этот суд, для оспаривания этого договора, значит. И на сегодняшний день, в принципе, если суд назначил уже экспертизу, соответственно, значит, мы доказали свое право, что мы имеем право оспаривать данный участок. Значит, и второе, значит, что, конечно, процесс очень сложный, трудный, судебная практика невелика, как бы не так много таких дел, которые выигрываются, значит, но мы надеемся, что... Ну, во-первых, если существует хотя бы один шанс, я считаю, что надо его использовать. Нет, а вот еще раз вопрос, может быть, я немножко не понял, то есть вот есть участок, он все равно будет всегда в собственности лидер строя, правильно? Только вопрос в том, что можно ли там, ну, размещать только подстанцию или нет? Нет, мы оспариваем не это, мы оспариваем площадь этого участка, соответственно, надеемся на что, если суд примет все-таки положительно наши исковые требования, значит, соответственно, под подстанцией и под подъездной дорогой останется земельный участок, а остальная земля обратно вернется к Воскресенскому району. Вот так вот, ага. И получается, они деньги какие-то даже вернут? Они должны вернуть деньги, да, которые платили за выкуп этого земельного участка. Ну, это администрация района должна вернуть. Но там сумма на самом деле небольшая, поэтому я думаю, что это не так критично. А когда по срокам, когда теперь пройдет этот земельный эксперт? Нет, во-первых, получается, у нас 11 декабря будет очередное заседание судебное, значит, на котором будет, скорее всего, решаться, какая экспертиза будет, какая организация будет проводить экспертизу. Значит, Совет депутатов уже перечислил деньги на диспозит арбитражного суда на проведение этой экспертизы. Соответственно, скорее всего, вот 11 декабря будет решаться просто, какая организация будет проводить эту экспертизу. Сколько это все продлится, ну, это очень сложно показать. Дорогостоящее? Нет, это не дорогостоящее, это 30 тысяч рублей. Понятно. И, опять-таки, в случае выигрыша этой деньги должен будет заплатить ответчик. Да. Понятно. Так, а скажите, пожалуйста, еще такой момент. Говорят то, что суд отправил на доработку генеральный план на городском поселении Воскресенск. Здесь чем? Там можно вообще бы знать, что это зеленая зона и вообще ничего не делать. Ну, смотрите, нет. Значит, в связи с чем это было сделано? Значит, Совет депутатов, получается, проиграл там даже два, наверное, или три судебных процесса. Связано это с генеральным планом, который мы приняли в январе этого года. Значит, речь шла, как бы, и в суд выходил как раз один и тот же собственный, к земельному участку, это компания «Лидерстрой». Выходила компания «Лидерстрой» или директора этой компании. Господин Киселев. Да. Оспаривали решение Советов депутатов. На сегодняшний день, значит, мы не согласны с решением этих судов. Мы подали апелляцию. Значит, суды еще идут. Но решения вступили уже в силу. Решения вступили в силу. Значит, решения суда звучат таким образом, что отменить первый пункт решения Совета депутатов. Первый пункт решения Совета депутатов – это утвердить генеральный план. Соответственно, на сегодняшний день не утвержден генеральный план городского поселения Воскресенск. Соответственно, то решение, которое мы в этом году принимали, оно оспорено. Значит, и плюс один из судов, значит, принял решение, чтобы ту зону, которую мы планировали в генеральном плане, как рекреационную зону, это вот касается этого земельного участка, значит, суд принял решение, чтобы мы ее сделали общественно-деловой, как она была изначально. Вот. Поэтому сейчас генеральный план отправлен на доработку, но это связано не с судебными решениями. То есть, как сказать-то, конечно, с судебными решениями, что у нас отменено решение Совета депутатов. Но почему отправлены на доработку именно сейчас? Значит, администрация городского поселения выходила с этим предложением еще в октябре месяце. Но я был против принятия такого решения, потому что вопрос был еще сырой, непроработанный, как бы нужно было с ним разобраться. На самом деле, отсылать на доработку или подождать, с чем это было связано. Ну, во-первых, у нас на сегодняшний день есть судебный процесс, да, и это может как-то повлиять и повредить сегодняшнему процессу. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле, нужно ли было именно спешить отправлять на доработку? Основной вопрос, да? Может быть, стоило подождать. Значит, мы взяли паузу в течение месяца, с этим вопросом пытались разобраться. Значит, я направил письмо министерству культуры непосредственно министру культуры Рожнову, значит, чтобы они нам помогли разобраться с этим вопросом. Почему? Потому что основной аргумент в судах, который мы проиграли, звучал каким образом? Что у нас была нарушена процедура согласования генерального плана. И в частности, у нас генеральный план не был согласован с министерством культуры. Когда мы посылали в министерство культуры генплан свой на согласование, министерство культуры отклоняло наш генеральный план от согласования. Но мы все равно его приняли, потому что нам сказали, ну, это не обязательно, это согласование, да? Значит, и, соответственно, в судах мы, естественно, столкнулись с этой проблемой, и один из аргументов был то, что мы не согласовались с министерством культуры. Поэтому сейчас, когда мы отправляем на доработку, сразу возник вопрос, как посмотреть на это министерство культуры? Почему, опять же, этот вопрос? Потому что незадолго до этого в администрацию на имя Александра Васильевича Квардакова пришло письмо непосредственно от министра культуры, значит, чтобы он воздержался от каких-либо действий в отношении вот этой парковой зоны. В связи с тем, что министерство культуры будет пересматривать границы памятника архитектуры, границы охранной зоны, вот, в связи с этим просят воздержаться. Поэтому здесь сразу возник вопрос, как бы, если министерство культуры просит воздержаться какие-либо действия, а мы сейчас отправляем генеральный план сразу на доработку. Соответственно, каким образом будет дорабатываться, будет ли согласовываться с министерством культуры, и в каком, и как сделать так, чтобы министерство культуры все-таки согласовало этот генеральный план. Вот, поэтому я направил письмо сразу в министерство культуры, но министерство культуры до сих пор не ответило еще. Как бы, я жду этого ответа, они должны, конечно, ответить, но пока не ответили. Но здесь есть второй момент, что, значит, по городостроительному кодексу мы должны до конца 2014 года принять уже правила землепользования. Иначе мы с начала 2015 года не сможем выдавать разрешение на строительство вообще на всей территории городского поселения Воскресенск. Никаких разрешений на строительство. Соответственно, у нас есть только год, чтобы принять эти правила землепользования. Но для того, чтобы принять правила землепользования, мы должны сначала принять генеральный план. Для того, чтобы принять генеральный план, нужно как минимум полгода, потому что, помимо того, что его еще надо доработать, его нужно согласовать во всех министерствах в области, должны пройти публичные слушания. В акциях района города. Да, поэтому это полгода. И плюс правила землепользования. Там чуть-чуть поменьше может быть, но опять же, это минимальные сроки 4 месяца, потому что там тоже согласование и тоже публичные слушания. Поэтому у нас есть год для того, чтобы принять вот этих два генеральный плана и правила землепользования. Поэтому было решено советам депутатам отправить на доработку этот генеральный план. Но с учетом того, что сейчас мы ждем ответа от Министерства культуры и будем обращаться к главе, значит, чтобы они учли те замечания или те обращения, которые будут сейчас от Министерства культуры в плане доработки генерального плана. Ну понятно. А вот если в прикладном смысле говорить, можно ли говорить о том, что если генеральный план будет, так сказать, доработан, Министерство культуры согласует так, что памяти архитектуры и его границы будут расширены, можно ли говорить о том, что этот документ помешает строительству там? Конечно. Но опять же, все зависит от того, что сейчас сделать с этими зонами Министерства культуры. То есть, получается, у нас уже с вами не один шанс, как вы сказали раньше, давить на то, что там подстанции, да? Так еще и такой основной шанс. Ну опять же, здесь нужно найти законные способы, потому что есть такое понятие, закон обратной силы не имеет. Если границы примут сейчас, то те компании получали эти земельные участки под определенные назначения, до этого. Поэтому здесь как бы нужно очень внимательно все это дело смотреть. Поэтому все будет зависеть от Министерства культуры, как они вот это все преподнесут, как они эти границы сделают. Поэтому будем смотреть, какой документ от них придет. Понятно. Так, а и по поводу Баумиксу, там сейчас какая ситуация? По Баумиксу там... Такая, значит, Министерство культуры уже неоднократно отклоняет их проект от согласования. Значит, они направляют проект уже, наверное, третий или четвертый раз, и Министерство культуры отклоняет их проект от согласования. Значит, основные аргументы это, значит, архитектурный облик, плюс, значит, они хотят сделать парковку подземную, копать там нельзя, потому что там находится рядом каскад прудов, и может как-то нарушить этим прудам, плюс очень близко от территории парка непосредственно. Ну, на самом деле, как бы аргументов очень много, и... Аргументов против. Против, да, против строительства. Поэтому, опять же, все будет зависеть сейчас, какое все-таки окончательное решение примет Министерство культуры. Пока Министерство культуры отклоняет всячески эти проекты, уже и неоднократно отклоняет. И плюс, я говорю, то, что уже министр культуры непосредственно направил письмо, чтобы администрация воздержалась вообще от каких-либо решений. Пока окончательно не решен этот вопрос. И, получается, перспектива во времени тоже достаточно настроена. То есть сейчас не стоит, так сказать, заботиться об этом участке, да? То есть пока там строить ничего не будет. Вот пока там сейчас есть зажили, а так не будет? Ну, пока в данный момент нет никакой разрешительной документации для того, чтобы там что-то делать, вообще какие-либо действия. Там вырубать деревья, планировку территории. Нет никакой пока разрешительной документации. А, пожалуйста, Виталий Иванович, а ваше личное мнение, как гражданины, как депутаты Совета депутатов, там что должно быть в принципе? Ну, в принципе, там должно... По-хорошему нужно наш парк приводить в порядок. Чтобы парк был парком? Да, парк был парком. Соответственно, здесь можно расширить парк, сделать там всяческую зону отдыха для парка, опять же, для отдыха людей. Строительство торгового центра. Я, например, я не против строительства торговых центров. Но почему всячески хотят их засунуть в самый центр города? У нас, в принципе, как бы уже в час пик сложно передвигаться по городу. А если построить такие крупные торговые центры, здесь торговый центр общей площадью, там что-то 20 с лишним тысяч квадратных метров, и парковка предполагается, там 650 машин и мест. Соответственно, если взять улицу Куйбышева, то там на ней сейчас разъехаться невозможно, то что будет потом? Они планируют ее расширить только рядом с торговым центром. А дальше как? Въезды, выезды. Эта улица, начало у нее на площади Ленина, которая уже превращена в парковку, там не въехать, не выехать, там горлышко получается. Соответственно, каким образом? Этот вопрос, он не будет решаться никак. Соответственно, у нас сейчас уже транспортный коллапс, а дальше будет еще хуже только во время строительства, то есть после строительства такого торгового центра. Почему бы мы не построили где-то на окраине города? Пожалуйста, вон там, Фединское поле, там, стройте, не хочу. Я только за. Магнит сделали, а не в Новолинске сделали. 40 тысяч квадратных, в любую площадь, да, чтобы люди туда выезжали, гуляли, дети. Я согласен, что у нас на сегодняшний день мало мест, где можно отдохнуть. Все идут там в этот торговый центр, потому что другого нету. Я не против, я только за. Ну давайте мы не в центре города сделаем, а чуть-чуть на окраине. Точно так же будут туда люди ходить, ездить, отдыхать, покупать и все остальное. Ну зачем город превращать в одну большую парковку, в пробку? Вот это непонятно. Помимо всего этого, значит, я написал еще письмо в Министерство культуры, министру Рожнову, значит, с просьбой, чтобы они присоединились в суд третьим лицом, в арбитражный суд. Значит, мы долго общались, как бы целый месяц мы общались по этому поводу. В конце концов, как бы, мы добились того, что они все-таки выходят в суд, они уже написали ходатайство в суд в арбитражный, прислали официальный мне ответ, что они входят в суд третьим лицом. Это как бы положительный момент в том плане, что... Они вообще не шуми, они за культуру, они за культуру, то есть они ни в чем не заинтересованы, так сказать, у них есть память, как архитектура, уже креативная. Но здесь, смотрите, в связи с тем, что было написано письмо министрам культуры в адрес нашей администрации, что они просят воздержаться от каких-либо действий, что они будут пересматривать границы памятника архитектуры. Соответственно, здесь логичный вывод есть, что вот сейчас мы оспариваем земельный участок, который, ну, на сегодняшний день он примыкает к границам памятника архитектуры, а на завтрашний день все-таки, если они их расширят, то это уже попадет в их границы. Поэтому я считаю, что в этом судебном процессе они должны присутствовать, просто и контролировать ход этого судебного процесса, потому что, в принципе, как бы они не могут оспаривать там право собственности, ну, по крайней мере, контролировать, как проходит судебный процесс, они могут, и они, вот, я надеюсь, что на ближайшем процессе должны войти. А как вы считаете, вот, как можно доказать, что границы вышли по каким-то историческим документам, да, по архивам? Ну, я уже говорил, что мы нашли документы, значит, это генеральный план 74-го года, который хранится в секретной комнате в администрации, да, где этот документ подтверждает, что это территория парка, что это парк. По генплану 74-го года это было парком. Кто потом и каким образом, на каком основании... Общение деловой зоны там... Да, но это было постановление правительства, когда еще было губернатором Громов, урезали границы, но каким образом урезали, на каком основании, никто сказать не может, никакой дополнительной документации нет, что проведены какие-то там исследования, согласованных с кем-то, ничего нет, просто есть постановление, которое урезает границы, непонятно на каком основании.